Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14000 рублей на сумму 55000 рублей. В итоге вышло 68000, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Владик! Как штаты, братуха? Как ты там? Опять обдолбанный парень? Я не курил еще сегодня ничего. Шикарно все, ну заебись. Привет, привет, Кирюха. Как Латвия, боже. Скоро в клипе Уэйса Пэнта? Уэйса Пэнта? Уэйса Пэнта? В смысле? Я вот только недавно его клип посмотрел. Бля, он как делал пушку, он так и делает пушку. Он не уходит в другое направление. Хотя у него не все нравятся трэги. Но он крутой, он крутой. Он из Айсапов один из самых крутых типов. Оу-74. Из Оу-74 тут только пастыр. Мне сегодня не был на студии. Но скоро поеду. Качалка! Я... Ну, мне тяжко. Он меня тренирует как надо. Мне тяжко. Мне тяжко. Я... 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 Хочу побыстрее, чтобы вы все кайфанули. Но это не так просто. Не так просто, чтобы вы все кайфанули. Чтобы вы кайфанули, мне надо поработать. Понимаешь? Как ты там? Болгария. Привет. Ты сегодня катал на скейте в Барсе? Нет, не катал. Фарту масти. Благодарю. Взаимно. В конце лета, в самом конце лета. Страстно еще поимбарсету свете. Ой. Ой. Я никак не отношусь ни к каким рэперам. Все за... Вопросы про рэперов заканчиваются. Никак никому не отношусь. Не знаю. Рэперов не знаю. Не слушаю рэп. Слушаю рок. Билл Сейбер неплохо делает, но мне не очень его творчество. В плане... Не знаю, как совместить. Я не знаю, что мы можем сделать вдвоем. Наверное, получится разъеб, но пока не представляю этого трека. Я ничего не курю. Я трезвый. Сейчас, как вы видите... Вы же всегда пишите, о, опять обкуренный или из серии. А, вот он опять сейчас косяк будет крутить или что-то в этом духе. Нет, пацаны. Видите, я без косяка могу также пообщаться с вами. Могу с косяком, могу без косяка. И так, и так, пацаны. Владик, они никогда не повзрослеют, потому что им насрать на эту культуру. Тебе тоже, Кирюха, от души. Реалити вообще от души. Последний бит, который ты мне прислал, тоже пушка полная. Ну, очень мощный. Прям очень мне понравился. Молодец. Молодец вообще. Продолжай в том же духе. Продолжай. Твори, брат, твори. Братан, просто делай свое дело от души, братишка. От души, братишка, делай то, что хочешь делать. Как Тарасов говорит, делай то, что хочешь делать. Конечно, двигайся, братух, двигайся. Про рэперов не отвечаю на вопросы вообще ни про каких. Рэп мимо, мимо, мимо. Все рэперы мимо, мимо, мимо. Про рэперов вы не услышите больше никакой ответ. Не скучно без твиттера? Я не... Нет, не скучно. У меня есть чем заняться. Я думал через твиттер какие-то свои мысли доносить, но там такие люди в твиттере сидят. Им бы главное что-нибудь пиздануть, просто что-нибудь написать. Потому что они очень аморальные люди, которые не хотят ничего делать по жизни. Но это ладно. Рэп должен быть о своей жизни, е-бой. Не обязательно рэп должен быть о своей жизни. Рэп должен быть абсолютно... Он может быть разный, естественно. Но он должен быть в любом случае крутой. Понимаешь? Он может быть добрым. В нем не обязательно читать про наркотики, сучек и всю эту хуйню. Он может быть добрым, позитивным, настраивающим. Просто вы не научились такой рэп делать. Я не очень не люблю такой рэп делать, потому что у меня другая жизнь, я по-другому живу. Я люблю и то, и то поделать. Разные дела люблю поделать. Но иногда я пишу позитивные треки, доношу что-то до людей. Это и есть, наверное, мое самое крутое творчество. Но иногда мне хочется навести грязи. И это у меня получается лучше, чем у вас у всех вместе взятых. Как-то так. Ты вдохновил меня. Спасибо. Ну, расти, расти, брат, расти. Будут автографы... Это будет прямая трансляция. Ты не сможешь автограф получить. Естественно же. Здорово, пацаны. Здорово. Дратуйте. Баскет. Дрантуйте. Как ваши дела? Как ваши дела? Сколько тебе лет? Да я старый, уже мне тридцатка скоро. Через год уже тридцать будет, представляете? Хорошо, да, сохранился, пиздец? Чтобы вы все так нахуй к тридцати выглядели. Концерт с трансляцией, расскажи про телок, пишет мне Осман Старков. Что... Моя отличная монтажа. Могу продать его автограф. ДМ. Какая ты хитрая. Лера. Ты хитрая. Весьма. Что-то... А, про телок ты хочешь услышать. Что ты хочешь услышать про телок? Еврейка, да, не говори баскет, пиздец, бля. С автографами. Продавать она их будет. Ну-ка, расскажи-ка им про телок. Про девушек, женщин, девочек. Значит, рассказываю, они все разные, очень-очень ебанутые. Я бы сказал, даже весьма ебанутые. Но если вы действительно кого-то любите, вам придется... Вам придется идти на уступки на какие-то. Или не идти на уступки, это ваш выбор. Отношения между девочкой и мальчиком, это взаимоуважение и... И... Наверное, доверие. То, чего нету. То, чего нету. А ты идешь на уступки. Я каждый день. Я так много еду на уступки, что ты даже не представляешь. Так. Кто ты по знаку зодиака, телец или близнец? Я и тот, и тот. У меня 21 мая. Философский вечер. Да не, просто общаюсь. Не понимаю ничего. Ребен, что ты говоришь? Что ты говоришь? Да, Карина. Слова... Те самые, те нужные слова. Я желаю вам всем, молодым ребятам и девочкам, чтобы вы нашли свою половинку и научились уважать друг друга. Потому что без уважения вы не протянете даже сраных три месяца. Первых вы быстро разойдетесь. Грилзы на заказ. Да, Глюдмана у меня в инстаграме. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Заказывайте грилзы. Он делает их недорого и очень качественно. Мне удобно. Видите, мне ничего не мешает. Все супер. Карина вот, например, у него заказала грилзы. Мне сделали бесплатно, пацаны. Вам это влетит в копеечку, но не так дорого, как вы думаете. Не обязательно делать себе верхний и нижний ряд. Подумайте. Грилзы бывают разные абсолютно. То, что я в 2011 году выбрил себе бока и заплел дреды. Сейчас я иду даже по Барселоне и мне марокканцы кричат Gucci gang, Gucci gang, понимаете? Потому что я весь в Gucci и у меня дреды. Они думают, что я Lil Pump. Но я сделал такую прическу, когда Lil Pump еще, мне кажется, даже еще... Не то, что рэп не читал. Мне кажется, он еще титьку сосал у мамы. Его девочку встретила. Чью ты девочку встретила? Ты слышал, блядь? Чью ты девочку встретила, я так и не понял. Карина. То есть, ну, да, пиздец, Влад, не говори, я в ахуе вообще. Я сделал такую прическу, чтобы вы понимали, когда еще в Штатах, блядь, не было... Я сделал такую прическу раньше, чем Ян Крист из Suicide Boys. Раньше, чем, блядь, все вы высерки, ебаные, блядь, сделали себе эту прическу. Я, конечно, понимаю, что у вас нет никакого абсолютно воображения, и вы не можете себе ничего своего придумать. Но это же ваши проблемы, а не моя. Как-то так? Как можно быть таким хейтером, таким... Как можно быть таким под... Я не понимаю вопрос, научись себя на русском писать, братан. Я тебе так говорю, ты действительно открыл мне глаза на многие, спасибо тебе большое. Да не за что. Это того, кто грилл сделает. Да ладно, у нее есть девочка. Она в Питере живет. Я понял. Сейчас каждый третий одинаково головой ходит. Ну, да. Вы посмотрите, пацаны, вот сейчас там, вы сейчас будете... А, опять он выебывается, там, врет или что-то. Вы мой инстаграм пролистаете на 2012 год? Вот. Ну, пролистаете, вот, специально, на 2012 год. Вам что-то, может быть, меньше... Меньше, больше вам будет понятно. Вообще, кто... Откуда, блядь, растут ноги, нахуй. Она работала продавцом в магазине и узнала меня. Ну, круто. Передавай... Передавай ей привет. Ко мне кто-то пришел. Я иду открывать. Кто? Кто-то пришел, я не... Кто? Кто-то пришел с нуками, Хузин. А вот это вот кто? Кто это? Кто ты такая? Кто ты? Ты кто? Ты собака или кто? Ты же не собака, блядь. Смотрите, как она ждет, блядь, а? Когда откроет. Что там с продюсером 21-а? Он на связи со мной, Кит Хейзл. Вы можете услышать трек 21 Savage и Young Nudie. Называется Since When на YouTube. Он уже вышел довольно-таки давно. Вы можете его послушать. Именно с этим продюсером у меня будет четвертый альбом. А-а-а. А-а-а. Если бы был родом и на них бой, ты бы был сейчас выше всех. Желаю тебе удачи во всем. От души, брат. На самом деле мне очень приятно, потому что пацаны в Штатах начинают меня котировать очень сильно, потому что меня котируют очень серьезные дядьки, которые занимаются музыкой. А-а-а. А-а-а. Кто это? Кто? Тука. Тука. Я так расстроился. Тука. И вот так тоже. Тука. Тука. Марихуана. Тука. 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 Опять один? Ничего так пахнет. Смотрел его хейзем. Ну да, пахнет хейзем ужасно. Да, да, да. Я только из-за этого взял на самом деле. Он люто пахнет хейзем, пацаны. Я когда-то днюю скитался, я говорю, типа, а что порекомендуешь? А-а, такая, I don't know, бэй. Думаю, да единственное. Нахуй, конечно, шли его сразу. И... И... Скрытые угрозы, бля. Обик, да, обик будет на четвертом альбоме, по-любому я его забираю к себе. Не надо слов, у нас здесь все... Чикифанс, все чикифанс, все чикифанс. Когда не было сотовых и не было твиттера, я делал то, что я делал, потому что не было выбора. Наушники пейджер. Обычный тинейджер. Слохов делал в филке, как в том фильме Hit Ledger. Ёбаный. Просто пока нахуй. Идите за своим рэпом, бля. Домой, бля. Делай, делай, делай то, что хочешь, делай, брат. Делай, делай то, что хочешь, делай, брат. до влад ты помнишь этого рэпера будет будут путешествия по европе так я уже сделал документы половину будет час будут 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 путешествия по европе яманы как относишься да вы заебали я же говорю не они говорю про рэперов все стоя говорю только про своих братьев я не говорю про рэпер это не я сказал это не я сказал это коля бля когда трек да не будет трек и его народ не будет трака пред пред никола как ты никола здравствуйте дорога дорога пацаны 2 как относишься к своим братьям блять смысле если же за тем как идет траве трудный момент подержу брать если чё позвенит что-то крутишь уже косого табака немного внизу у них еще подвал типа на первом этаже я понятия не мы другая квартира еще рассказать про что про тендай трайп тендай трайп да был такое дело не кури без меня одну затяжку одну или не или не курить одну тяжку можно хотя бы сделаю затянусь чисто нет я понял я тебя понял что вспомнили влад а ты тоже да помнишь пиздец да тендай трайп хорошие хорошие были талантливые ребята задатки были серьезные просто они не так видимо любили музыку как я ну и вообще всю эту историю всю эту культуру они просто видимо ну типа это в угар у них все было я хуй знает если бы любили действительно пошли бы дальше несмотря на все что происходит у них в жизни хватит задавать вопросы пацаны про рэперов я не отвечаю на вопросы вам мимо 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 нравится трафальгар конечно нравится мне вообще почти почему шестьдесят девятого не ёбнул для ебать в дауны реальными просто да у них за нахуй а делаем день чё задвиж барсе был да блять в барсе пиздец что блять стреляют 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 нахуй блять хорош задавать мне вопросы слышал я трек того не то я не слушаю блять русский рэп вообще почти я блять из всех русских блять кто делает нахуй рэп могу выделить может пять человек от силы ёбаный рот шесть не знаю именно которые реально сильно делают я не понимаю уже надоели своими вопросами молодняк пусть прокачивается дальше 69 пиздец боюсь я но дрожу я дрожу от него пацаны мне страшно я боюсь радужного в нем слишком много красок гонфлю да почему пацаны вот не надо заходить ко мне на трансляции писать тот говно тот дерьмо ну не надо нахуй вы это делаете мне абсолютно наплевать я мне неинтересно и жизнь что они делают вообще не пусть они сами двигаются к чему кто придет мы увидим что лучше трава или табак трава трава пацаны лучше чем табак я не слушаю гонфлю да я слышал его клип мне оставили где у него с пизжен полностью флоус с ламба гада ну не знаю если он думал что это никто не заметит но хоть хотя бы не я скажу что он на правильных типах учится если бы он еще помимо той техники которую он показал да на последнем клипе писал бы крутые тексты то и ваще цены бы ему не было так пусть делают пусть а молодые они только начинают двигаться я желаем всем успехов и развития в творчестве это самое главное сколько тебе лет да мне уже 29 нахуй тридцатка мне уже скоро уже через год мне 30 лет пацаны уже считая одна треть жизни если не если не половина с кем хочешь сделать совместный трек но мне через полгода такая совместка выглядит пацаны ладно на набора разрывать давай братишка я тебя обнял обнял тебя штатом привет не хворай там что вообще за просто вы назвать пять человек в рэпе которые что-то умеют делать смоки я уже называл смоки обик грязный луи базука пастор пастор дига в свое время там делал тоже вещи потом это уже шесть человек вроде вот еще там есть пацаны не зов 74 не помню как зовут 1 1 пацана там тоже необычную не оставила к такой вот был сейчас из новой школы я бы даже не знаю кого назвать это я перечислил вам тех людей на которых я ну я слушал их и понимал что на русском тоже где-то вылетает очень сильно где-то что-то очень сильно есть и надо вот это вот сильно забирать и делать еще больше только это все с ебанутой ритмикой как-то так но я именно в плане ритмики чуть-чуть ушел от них от всех потому что я не знаю почему они не уделяют времени этому потому что мы белые они афроамериканцы нам надо это развивать в себе и там нету никаких границ в этом это огромный мир привет руна подписывайтесь на канал рашин скейтбординг если кому-то интересно про вообще русский скейтборд хотя я думаю вам не интересно вы же сидите дрочите по углам и пишите в интернете миганы скажи честно я не понимаю вопросы с молодых лет да я был совсем маленький маленький малыш когда познакомился с рунаром рунар тогда был про в петербурге и у него была одна из самых крутых трешек вообще в россии в то время сейчас сочи еду на контест от души вообще молодец да да рунар чеки я помню трешку то я конечно от души я за советом накинь что-нибудь совет учит учитесь на ошибках на своих то есть ну жизнь она и создана чтобы ошибки совершать учитесь только на ошибках пацаны не совершайте одни и те же ошибки учитесь на ошибках и желательно учитесь еще и на чужих ошибках чтобы не повторять чужие ошибки пацаны вот пишите сквертонит уважаешь ну ты бля и бать вам маленькие блять детки а скриптонит вроде не сквертонит это конечно смешно и весело но кто такой муравей наверно ты еще не был рожден когда он читал рэп не знаю как тебе объяснить кто такой муравей артем поехал брат поехал в россию я познакомился с его девушку артем такая девушка как это веселая короче она смешно на пиздец ну вообще неприятная пара такая как с муравьем работает сюда охуенно все нормально но он спокойный человек абсолютно уравновешенный у каждого свои тараканы в голове есть вы же знаете давай обнял рунарчик у меня пока сказали нельзя курить прикинь никогда не думал что наступит такой день когда я буду еще слушать я воняю лучшей травкой и кто вряд ли ты ее найдешь манега ладно ребята я желаю всем благополучия процветания и здоровья обнял всех мир вам я допиливал уже альбом уже его сводят и мастерят скоро все будет обнял вас